Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наше занятие и будем говорить про художественную культуру первобытного общества. Первоначально, когда мы даём характеристику той или иной культурно-исторической эпохи, мы всегда обращаемся к периодизации. Поэтому сейчас перечислим основные этапы, которые проходила в своём развитии первобытная культура на этом этапе. Периодизация достаточно сложная. Есть разные системы её построения. Например, на основании орудий труда, которые использовали предки современного человека, мы будем ориентироваться именно на неё. А первая эпоха, продолжительность которой грандиозна, начинается она более 2,5 миллионов лет назад, это эпоха Нижнего Палеолита. Палеолит в переводе обозначает каменный век, и Нижний Палеолит — это самая древняя эпоха. Второй период — это эпоха Среднего Палеолита, хронологические рамки 120-40 тысяч лет до н.э. Следующий период — это эпоха Верхнего Палеолита, её хронологические рамки с 1938 по 13 тысячелетия до н.э. Сразу отметим, что каждый из этих периодов имеет свою более дробную структуру. Например, Верхний Палеолит подразделяется на Ориньяк, Салютре, Мадлен и т.д. В рамках таких обзорных занятий мы обращать на это внимание будем минимальное. Сразу отмечу, что кроме периодизации по орудиям труда, то есть по тем материалам, которые использовал древний человек для того, чтобы создавать свои орудия труда, кроме этого большое значение имеет также и изменения, которые проходили в общественном устройстве. Потому что, как мы с вами говорили в прошлый раз, для культуры, для искусства большое значение имеют ценности, образ жизни того или иного общества на определенном историческом этапе его развития. Поэтому сразу скажу о том, что за период Нижнего Палеолита до Верхнего Палеолита общество человеческое проходит эволюцию от первобытного человеческого стада до материнского родового строя, то есть до матриархата. Эти изменения, естественно, фиксируются и в памятниках культуры. Следующий период, который мы с вами называем, когда говорим про периодизацию первобытной культуры, это эпоха Среднекаменного века или эпоха Мезолита. Продолжительность ее с XIII по IX тысячелетия до н.э. и по-прежнему сохраняется в особенности материнского родового строя, то есть матриархата. Это, как мы с вами увидим на конкретно историческом материале, повлекло собой преобладание именно женских образов в памятниках изобразительности. Следующий период — это период Нового Каменного века или эпоха Неолита с середины IX по ориентировочно V тысячелетия до н.э. И вот нужно сказать, что эпоха Неолита имела существенное значение в человеческой истории. Обычно исследователи называют этот этап неолитической революцией, то есть те изменения, которые произошли в обществе, не были поистине революционными. Во-первых, человек меняет образ жизни, переходит к оседлому образу жизни. Во-вторых, именно в это время обычно говорят об ославлении матриархата, которое было связано с постепенным увеличением роли мужчины. То есть формируются предпосылки для патриархального общества, которое в общем и целом до современности сохраняет свое значение. Следующий период — это период Медного века или Энеолита, который продолжается с V по IV тысячелетия до н.э. То есть человек совершенствует свои технологии, он научается обрабатывать другие материалы и появляются более совершенные орудия. Следующий период эволюции первобытной культуры — это эпоха бронзы, то есть очередные усовершенствования и появление опять новых технологий. Эпоха бронзы традиционно относится к III-II тысячелетию до н.э. И завершают обычную периодизацию первобытной культуры началом эпохи железа, начало которой связано с I тысячелетием до н.э. И вот к этому времени постепенно формируются предпосылки к переходу к соседской территориальной общине. Ну и в общем и целом эпоха Железного века уже связана с такими цивилизациями, как цивилизация Древнего Египта, античная культура. То есть это уже очень значимый период, который характеризуется существенными изменениями. Если говорить про особенности ключевых этапов, которые мы с вами назвали, и про особенности, которые непосредственно повлияли на формирование памятников культуры, то отметим ключевую и самую важную — это, конечно, появление человека современного физического типа. То есть Homo sapiens — это то, что связано с эпохой Верхнего Палеолита. И именно в период Верхнего Палеолита фоксируются первые образцы изобразительного искусства. Первоначальные следы такой вот творческой человеческой деятельности появляются и раньше. Однако это были произведения, которые не носили законченного характера. Это могла быть какая-то знаковая система, это могли быть какие-то лепные шары, например, как те, которые были обнаружены в Эхенхеме и так далее. Однако вот законченные формы изобразительное искусство приобретает непосредственно в эпоху Верхнего Палеолита. Связано это было как раз с появлением человека современного физического типа. Здесь с точки зрения антропогенеза тоже очень долгую и сложную историю проходит человек. Но мы будем опираться на вот этот тип, то есть, соответственно, начнем свой разбор с периода Верхнего Палеолита. Называя прочие особенности, которые свойственны уже непосредственно для культуры, для произведений изобразительного искусства, отметим в первую очередь презумпцию семантики. То есть, любое произведение, которое мы рассматриваем, оно всегда имеет какой-то смысл. То есть, говорить о том, что было какое-то чистое искусство, то есть искусство ради искусства, вряд ли можно. Семантика была связана преимущественно с религиозными представлениями, то есть с теми культами, которые были характерны для древнего человека. И обычно в рамках школьной программы, когда рассматривают эпоху первобытной культуры и говорят о религиозных представлениях, то упоминают три ключевых понятия. Это понятие анимизма, то есть одушевление сил природы и наделение качествами живого существа предметов неодушевленных. Вторая особенность, характеристика, которая традиционно определяется для первобытной культуры в контексте религиозных представлений, это тотемизм. То есть представление о наличии у той или иной общности людей некоего общего предка, так называемого тотемного предка, который мог быть персонифицирован в виде, например, крупного животного, мамонта, шерстистого носорога или тигра и так далее. Третья особенность, которая тоже традиционно связывается с первобытной культурой в контексте религиозной тематики, это явление фетишизма. Фетишизм, то есть то явление, когда предметам, которые объективно не обладают значимостью, эта значимость продается субъективно. Отсюда появление разнообразных амулетов, талисманов, оберегов и так далее. Отметим, что сложности изучения первобытной культуры, первобытных религиозных представлений в частности, связаны с тем, что этот период был бесписьменным. То есть отсутствуют письменные источники, которые могли бы пролить свет на то, как мыслил древний человек. И здесь в качестве такого исторического источника исследователи используют в том числе и памятники искусства. Поэтому особое значение этой особенности, то есть преобладание смысловой составляющей, здесь является безусловной. Вторая особенность, которую следует обратить внимание, это влияние образа жизни древнего человека. То есть то, что мы говорили, о значении ценностей, которые характерны для той или иной общности. Например, я уже говорила, что если мы говорим о периоде матриархата, то преобладают женские образы. Поскольку общество древних людей – это было общество охотников преимущественно, поэтому в произведениях изобразительного искусства преобладает образ животного, какие-то сцены, которые связаны с охотой. Более того, отметим, что именно охота и те избыточные эмоции по определению Абрама Давыдовича Столлера, который является одним из петербургских ленинградских исследователей, который разработал свою концепцию происхождения искусства, Так вот, эти избыточные эмоции, которые формируются у человека во время охоты, такой выброс адреналина, именно это и обусловило появление произведений искусства, произведений художественной культуры. Третья особенность, которую мы называем, когда говорим о произведениях искусства и о памятниках культуры этого периода, – это строгий отбор сюжетов. Частично я уже затронула эту тему и еще раз повторю, что не допускалось каких-то вольностей творческих, и тематика произведений была связана с условно-анималистическим жанром, то есть образ зверя, сцены охоты и так далее. Естественно, что образы плодородия, образы материнства тоже составляют основу для изобразительности, начиная с верхнего палеолита, потому что это одна из архетипичных тем, и образ женской богини в истории искусства прослеживается с древнейших периодов вплоть до современности. И четвертая особенность, которую я бы хотела отдельно оговорить, это наличие строгого изобразительного канона. Когда мы смотрим с вами на произведения первобытного искусства, изобразительного искусства в первую очередь, то, несмотря на то, что эти памятники могут происходить из совершенно разных территорий, то есть между ними могут быть огромные расстояния, все они обладают определенным типологическим сходством. Например, если это женская фигура, то будут гипертрофированные женские признаки, которые подчеркивают тематику плодородия. Если это изображение, допустим, сцены охоты, то всегда композиции будут представлены в строгий профиль, и всегда будет присутствовать так называемая скрученная перспектива. Это особый тип перспективных построений, которые древний человек использовал, когда размещал свои композиции на сводах пещер, например, если мы говорим о периоде верхнего палеолита. На данном слайде мы с вами видим карту, которая показывает места обитания и расселения древнейших людей. И в первую очередь я бы хотела сказать, что, конечно, когда мы будем называть те или иные произведения искусства сейчас, мы будем ориентироваться на территорию Франко-Кантабри, то есть часть, которая затрагивает современную Испанию, часть Европы — современную Италию, Францию и так далее. И именно здесь наблюдается максимальная концентрация произведений изобразительного искусства. Это было связано с особенностями антропогенеза и с особенностями расселения древнего человека на тот момент времени. Перейдем непосредственно к перечислению и к описанию краткому некоторых памятников искусства. Начнем мы с эпохи верхнего палеолита, период, когда появляется искусство, и начнем мы с произведений изобразительного искусства. Это вописные ансамбли, которые располагаются на сводах пещер. Первый памятник, который перед вами, — это пещера Ляско, территория Франции современной. Это один из важнейших палеолитических памятников, во-первых, по количеству, по сохранности и по качеству наскальных изображений. Иногда пещеру Ляско называют Сикстинской капеллой первобытной живописи, сопоставляя этот памятник с Сикстинской капеллой. Это произведение уже эпохи Возрождения. И когда мы с вами смотрим на представленные слайды, на эти изображения, мы видим в первую очередь сцены охоты. То есть это не просто изображение мирно пасущихся бизонов на травке. Здесь достаточно часто появляются образы орудий, копья, течет кровь. И таким образом художник, первобытный он, свои избыточные эмоции выплескивал в такого рода композиции. Отметим, что чаще всего эти изображения требовали длительного периода для своего создания. Мастера работали органическими пигментами, то есть использовались натуральные красители, которые смешивались с неким связующим. Иногда, например, мозг животного мог быть использован в качестве такого связующего, поэтому, несмотря на такой длительный период своего существования, эти композиции сохранили яркость и красочность. И также скажем, что в период первобытного искусства, в период первобытной культуры человек знал в основном три цвета. Это белый, красный и чёрный. То есть три пигмента, мел, сажа и охра, которые имеют градацию от коричневато-красного, оранжевого до малого такого цвета. В дальнейшем количество цветов будет увеличиваться. Следующий памятник, который тоже отвечает особенностям, которые мы перечислили в самом начале, это пещера Пешмерль, которая также располагается во Франции. Тоже период верхнего палеолита. И вот мы видим изображение мамонта. Изображение мамонта, которое, кстати, является одним из таких доказательств в пользу датировки. Поскольку я уже отмечала, что письменных источников не сохранилось, потому что не было письменности, достаточно сложно датировать эти произведения, поэтому они часто имеют достаточно широкие хронологические рамки. Ещё одна композиция, которая представлена на слайде, это изображение лошадей и отпечатков рук. Тоже одна из наиболее популярных композиций, которая расположена в пещере Пешмерль. И вот такие отпечатки рук, они также показывают взаимосвязь с неким религиозным ритуалом. Традиционно обряд инициации, то есть обряд вхождения охотника в качестве полноправного члена общества в структуру первобытного общества предполагал прохождение достаточно серьёзных испытаний. Мы знаем об этих особенностях из этнографических данных, потому что в некоторых племенах, которые до сих пор живут на уровне первобытном, эти обряды частично и сохранены. И вот юноша, мальчик, который претендовал на вхождение в качестве полноправного члена в охотничью корпорацию в качестве взрослого человека в общество, ему необходимо было пройти серьёзные испытания. Иногда отрубали, например, фалангу пальца. И вот такие отпечатки рук с недостающими частями являются свидетельством того, что для изобразительного искусства были определены достаточно значимые такие сакральные функции. Следующее произведение — это также памятник, который расположен на территории Франции. Это пещера Нюо, эпоха позднего палеолита. Мы видим с вами профильное изображение оленя. Обращаем внимание прежде всего на контур. То есть здесь нет полихромного решения. Это прежде всего обобщённый образ. И это очень важно, потому что я говорила, что на ранних этапах до эпохи верхнего палеолита тоже были определённые следы человеческой деятельности без такой видимой функциональной представляющей. Так вот, именно этот момент, он и говорит о том, что искусство появляется только в тот момент времени, когда появляется обобщение. То есть когда не отдельный отпечаток руки или, допустим, не какая-то просто волнообразная линия, именно появляется некий собирательный образ, который мастер создаёт на основании своих впечатлений. Прочие памятники, которые тоже относятся к эпохе верхнего палеолита, они обладают теми же самыми особенностями. И здесь, конечно, следует особенно выделить такой образец монументальной живописи, как пещера Альтамира. Тоже памятник позднего палеолита, который располагается на территории Испании и является также одним из самых масштабных среди образцов монументальной живописи этого времени. Далее, когда происходит смена эпохи, когда появляются уже предпосылки для формирования изолита, то есть среднекаменного века, меняется и изобразительность. Если говорить о каких-то явлениях, которые связаны с развитием общества, то эпоха мезолита связана с появлением лука и стрел. Также человек изобретает лодку, это меняет картину мира, то есть меняет картину пространства, поэтому меняется и изобразительное искусство. Пример изображения, которое сейчас перед нами, это сцена охоты на Алинии, скальная живопись эпохи мезолита, памятник, который располагается на территории Восточной Испании. Мы сразу обращаем внимание на большую дробность, мы обращаем внимание на то, что это многофигурная композиция. Появляется динамика, меняется жизнь человека, жизнь динамизируется, и это сразу отражается и в произведениях искусства. Второе изображение, которое тоже относится к периоду мезолита, это петроглиф из урочища Кабыстана, территория современного Азербайджана. Тоже мы видим те изменения, которые произошли в интерпретации пространства, которые произошли в сюжетной составляющей. Как раз здесь мы можем видеть изображение лодки, которое сопровождается и солярной символикой, солярными знаками. Я сказала о том, что ключевые такие изменения, которые позволили исследователям назвать этот период революционным, происходят в эпоху нового каменного века, то есть в эпоху неолита, когда человек переходит к оседлому образу жизни. И в сфере культуры, в сфере искусства это сразу приводит к существенным изменениям. Во-первых, появляются образцы декоративно-прикладного искусства, выполненные на новом уровне, в частности, это керамика, образцы керамики, которые находятся в большом количестве, в том числе и в отечественных музейных собраниях, в государственном Эрмитаже, например. Пример, который перед вами, это биноклевидный сосуд, который был выполнен из глины. Он тоже имеет, скорее всего, ритуальное назначение, и мы обращаем внимание на то, что усложняется форма, и появляются некоторые декоративные мотивы, которые покрывают верхнюю часть данного сосуда. Сколько человек переходит к оседлому образу жизни, формируются предпосылки и для формирования архитектуры, нового вида искусства, пространственного вида искусства, который достаточно ярко проявит себя уже в следующую эпоху, то есть в эпоху бронзы. Перед вами один из таких древнейших примеров. Дело в том, что архитектура первобытного общества начинает с самых азов, то есть появляется понятие тектоники, три типа сооружений, которые появляются в это время. Это следующие. Менгиры. Менгиры — это вертикально стоящие камни, которые не имеют какого-то функционального назначения, которое лежало бы на поверхности, но они позволяют поработать с этой тектоникой. То есть каменной плите ей более по природе лежать, человек ее своим усилием ставит вертикально, поднимает, то есть таким образом делает первый шаг к созданию архитектурных объектов. Второй тип — это льмены. Дальмены — это уже более сложная композиция. Перед вами льмен, который относится предположительно к периоду еще нового каменного века. Дальмены представляют собой вертикально стоящие плиты, поверх которых положена горизонтальная плита, то есть это уже практически стоечно-балочная конструкция. Третий тип сооружений, который появляется в период, о котором мы сейчас говорим, — это кромлихи. Кромлихи — это стоящие из трилитов, то есть вот таких вот композиций из трех камней, метрически идеально расположенные крупные ансамбли, которые, скорее всего, также были связаны с религиозными представлениями. Обычно, когда о них пишут в учебной литературе, говорят о связи с астрономией, о связи с солярной символикой, поэтому эти произведения, они также важны и как показатель высокого уровня развития науки в период первобытного общества. Завершая вот такой краткий обзор первобытной культуры, нужно сказать о том, что на территории Российской Федерации и на территории бывшего Советского Союза тоже встречаются образцы, которые относятся к этому древнейшему периоду, начиная с эпохи Леолита. Есть и монументальные росписи, это каповая пещера, которая располагается на Урале. И также традиционно, когда говорят о памятниках, которые связаны с историей России, это образцы декоративно-прикладного искусства, это образцы скифской культуры, которые были обнаружены на территории Северного Кавказа, и тоже сейчас эти памятники хранятся в собрании отечественных музеев, в частности, в государственном Эрмитаже. Это уже эпоха железа, то есть более поздний период, ориентировочно конец VII века до н.э. И эти произведения отличаются высокой степенью детализации и показывают об очень высоком уровне развития технологий и мастерства древних художников. Несмотря на то, что культура так или иначе связана с развитием общества, тем не менее представления о красоте и о прекрасном, они изначально природы свойственны любому человеку. В каком бы периоде мы ни говорили, всегда понятие красоты, гармонии, оно будет нас сопровождать. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok